Здравствуйте, уважаемые коллеги! Нельзя меня видеть, но надеюсь, что будет хорошо слышно. Меня зовут Зимина Анатольевна Александровна, я научный сотрудник Российского этнографического музея, и я представляю сегодня доклад об особенностях традиционной пищи ведов. Напомню, что веды — это малоэтническая группа в составе населения островного государства Шри-Ланха в Южной Азии. Вообще традиции питания являются собой значимую составляющую не только материальной культуры народа, но и отражают такие важные компоненты этническую культуру, основные занятия мировоззрения и в целом уклад жизни. Кроме того, пищевые предпочтения нередко выступают как маркер этнической специфики, своеобразного идентификатора или одного из критериев принадлежности к народу. Традиционными занятиями живедов являются охоты и собирательства, а также патично огневое землетелие и рыболовство, которые всегда являлись стержневыми моментами материальной, социальной и духовной жизни. Для ведов характерен полукочевой образ жизни и стимул к постоянному передвижению, как всегда указывается и в исследованиях, в том числе это поиск продуктов питания, именно с истощением пищевых запасов. И невозможностью их добыть в одном месте объясняется движение охотниче-собирательских групп в поисках территорий, где можно докормиться семьей или общиной. Традиционно в рационе ведов первое место отводят мясным блюдам, второе – продуктам собирательства, среди которых всегда выделяют дикий мед, и затем уже растительные продукты – это дикорастущие, культивируемые корнеплоды и зерновые, а также плоды пальм и фруктовых деревьев, листья, отсюда и распределение по степени значимости видов хозяйственной деятельности, охота, соответственно, собирательства и рыболовства. Главным особенностям традиции питания ведов относят мясоедство и употребление меда. И тот, и другой продукты получают от окружающего мира, мира дикой природы, и тот, и другой продукты, связанные с основными занятиями ведов, и тот, и другой продукты исторически являлись отменным товаром между ведами и представителями других этнических групп острова. И мясо и мед обладают, если можно так сказать, высоким статусом в представлении ведов и в представлении соседних народов – это сингалы и томины, основное население острова. И добыча мяса и меда в культуре автохтонов – занятия сугубо мужские, опасные, которые могут повлечь за собою смерть основного добычика питания для семьи и общины. Умелые же владения навыками этими занятиями относятся, как правило, к главным достоинствам и качественным характеристикам детского мужчины. Мясо и мед – это и главное подношение умершим предкам, и обращение к предкам во время обрядового действия благодарения духов умерших на Яку, от которых мы ждали помощи в земной жизни, звучит так «Вот тебе то, что едим и мы, и то, что ты больше всего любишь». И в наше время, как нам рассказывали веды хэнанигалы, даже если это мясо покупают в магазине, всё равно выделяют часть обязательно умершим предкам, дают их долю, и иначе вот думают, что предки обязательно у них спросят, вы-то поели, а нам нет, не дали, а в ответ, соответственно, звучит тоже такая фраза, что мы даём вам то, что вы любите мясо и мёд, потому что мы знаем, что вы имеете такую же страсть к этой еде, как и мы. Мясо и мёд являются основными продуктами во время свадебного и современного свадебного обряда. Именно с этими дарами, свежим мясом и мёдом, юноша отправляется к своей избраннице, к её родителям, ну и, собственно говоря, это символизирует его состоятельность, как будущего кормиться семьей. Как уже было сказано, протяжение веков веды были главными поставщиками мяса и мёда и в агент получали необходимые им товары, это железные наконечники, другие предметы из железа, рис, посуду, ткань. В середине 20-го века в респоселении ведутся кооперативные ларьки и рынки, где, в общем-то, представители автостонного населения могли обменивать вот эти свои продукты. Это, опять-таки, самое главное, это мясо и мёд на необходимые им вещи. Но и для сингалов и томилов эти продукты были тоже очень важны, и по историческим данным известно, что мясо и мёд ответов всё время доставлялись сингалам, в том числе и даже к столу сингальских и томильских правителей. И следует учитывать также, что сами сингалы и томилы не добычей мяса диких животных, то есть охотой не занимались, не добычей дикого мёда. И, в принципе, эти занятия никогда и никоим образом не привлекали сингалов, хотя вот товаром и этими продуктами они всегда пользовались. И надо сказать, что важным представляется и то, что благодаря этому обмену веды, в общем-то, заняли свою нишу экономической торговой жизни страны в разные её исторические периоды, ведь они практически обеспечивали мясом и мёдом население всего острова. Если говорить о мясоедстве, то отметим, что именно эта часть традиций ведов автохтонов острова, с одной стороны, стала такой своеобразной фишкой их этнической специфики, а с другой, именно эту традицию, традицию питания можно было назвать и ярким примером кардинального влияния ведов на культуру сингалов. Как известно, народы Южной Азии в большинстве своём придерживались вегетарианства, однако в рационе сингалов, буддистов по религиозному вероисповеданию мясо занимало всегда видное место, и для многих из них это любимое блюдо. В традиции ведов мясо на протяжении веков являлось основным, но, в принципе, надо сказать, предпочтительным продуктам питания, этот факт понятен, поскольку они являются охотниками, и об этом писали все исследователи. Все источники говорят о культуографии ведов, начиная от Роберта Нокса XVII века и заканчивая современными исследователями и путешественниками, любителями культуографии. Но, правда, нередко вот этот факт мясоедства ведов сильно был преувеличен, и можно встретить утверждение, что веды едят мясо и только мясо. Например, фраза из труда того же Роберта Нокса весьма показательна в этом отношении. «Веды никогда не пашут землю и под хлеба едят только мясо». О том, что для ведов мясо являлось не только основным продуктом, но и любимым, опять-таки свидетельствуют обряды благодарения духов умерших, в которых этот продукт поступает основным и, как они еще раз подтверждаются, словесно, в словесных формулах и любимым продуктам. Естественно, в такой культуре, в культуре мясоедов существовали различные запреты на употребление в пищу мяса и определенных животных, и частей души, и в определенное время состояние, переживаемой человеком, и полувозрастными группами в том числе. Были зафиксированы и поверья о различной степени значимости мяса того или иного животного или части души, и кушение определенных частей было наделено в традиции магическим смыслом. Как правило, все источники указывают, что в пищу употребляли мясо довольно многих диких животных, оленя, кабана, зайца, макгуста, виверы, черепахи, мясо некоторых птиц. Но предпочтение в это всегда отдавали мясо оленя и обезьяны, которое последнее считалось в некоторых общинных лакомств. В качестве обменного продукта чаще всего выступали мясо оленя и кабана. Самыми ценными частями души животного считались сердце и печень, и в них по представлению веда была сконцентрирована жизненная сила животных, и поэтому их приготовили отдельно от другого мяса и подавали, как правило, самому уважаемому члену общины или гостю, или тому, чья стрела, в общем-то, поразила животного, чей выстрел. О том, какие части животного предпочитали веда, свидетельствует и обычай распределения добычи между участниками охотничьей группы и подношения духом умерших. Вот самые лучшие части, естественно, принадлежали охотнику, чья стрела настигла животное, это внутренности, как правило. И если касается относительно обезьяны, считается самым лакомством лапы обезьяны. Голова же оленя обычно служила самым лучшим жертвоприношением духам умерших и обычно отдавалась им. Но вообще для духов умерших тоже предпочитали использовать только мясо оленя, другие животные обычно не приносили в жертву. По поводу того, мясо каких животных не употребляли пищу, тоже существует разночтение. Достоверно известно, что не употребляли мясо каркозила гавиала и дикообраза, хотя на них охотились. Но мясо дикообраза шло на кормление собак, а каркозила в основном продавали, забивали для шкуры, а мясо не использовали. Наши информанты в 2012-2013 годах сообщали, что не употребляется в пищу мясо буйвола, леопарда и слона, хотя в источниках об этом говорится. И указывается, что обычно не охотились на тех зверей, мясо которых не использовали в пищу. Некоторые виды мяса не использовали в пищу при определенных жизненных ситуациях. Так, например, женщина после родов запрещалась в течение некоторого времени есть мясо игуаны. Водились запреты на мясо, временные временные запреты на мясо кабана, обезьяны и павлина. Полный запрет на кушение мяса был связан с обрядом проведения умилостивления умерших и проводивший его члены общины Капурала. Он не должен был в течение некоторого времени есть мясо вообще, чтобы не разнивать духом. Сегодня, когда разводят веды крупные мелкие рогатые скоты, домашнюю птицу и начали этим заниматься примерно с середины 20 века. Тем не менее, казалось бы, они бы заменили мясо домашних животных на мясо домашних, но, тем не менее, мясо коров, не курица они не едят. И объясняет эту тему, что это животные, в которых они пользуются молоком, яйцами, поэтому мясо нет необходимости есть. Обычно мясо готовили в традиции на открытом огне, употребляли его в жареном или в вареном виде. И, опять-таки, здесь тоже существует свое предпочтение, в частности, для обрядов умилостивления обязательно варили мясо и подготавливали только в вареном виде. Способы консервации мяса тоже у ведов очень интересны. Одно из них – это сушение обычного оленевого мяса, а другое – это хранение его в меду. Очень необычный такой способ, который является тоже таким знаковым и довольно хорошо известным на Шри-Ланке. Если начинаешь говорить о ведах, то, в первую очередь, вспоминают как раз то, что они едят мясо, и один из таких способов, очень характерных, – это хранение его в меду. Об этом способе известен, опять-таки, и из исторических источников. Ну и второе место питания ведов занимает мед диких пчел, а сегодня это мед домашних пчел, но он является одним из важных товаров обмена и продажи раньше и в современной Шри-Ланке. И, как правило, он является дополнением к определенным блюдам, и в традиции он как бы завершал трапезу и обязателем являлся для каких-то важных торжественных моментов, в частности, к которым относятся, например, какие-то свадебные церемонии. И, кроме того, мед – это единственное подношение, которое приносят веды храму зуба Будды в Канде во время Кирахера. Надо отметить, что растительная пища, о которой, как правило, не вспоминают в отношении с питательным рационами ведов, тем не менее, имеет очень большое значение. И, на самом деле, если мы говорим о их рационе, то, наверное, она занимала основное место в их рационе, поскольку не всегда можно было, тем не менее, добыть мясо. И более ярким свидетельством являются такие исследования описания как раз Рихарда Швителя, который застал ведов в 20-е годы 20-го века на грани вымирания. И он один из немногих, кто очень детально описал вот этот вот растительный рацион ведов. Очень многочисленные использования разных трав, основанные на прекрасном знании вот растительного мира, джунглей. И это и корнеплоды, это и плоды дикорастущих растений, пальм, в частности. И надо сказать, что и в некоторых источниках более ранних, например, и в склонниках сингальских иногда упоминается и поме мяса и меда, которые постоянно упоминаются. Упоминается и вот эта растительная вещь, то есть, в частности, плоды дикорастущих растений, которые тоже поставлялись в том числе ведами, в том числе и к столу известных сингальских правителей. В настоящее время веды практически, поскольку охота запрещена, сбор дикого меда, в общем-то, тоже находится под запретом в джунглях, которые являются заповедной частью Шри-Ланки. Вот, веды возделывают все-таки зерновые культуры, выращивают рис, но надо сказать, что и в прежние времена рис тоже, поскольку его получали путем обмена, он тоже очень имел такой высокий статус в рисовании видов, и наряду, надо сказать, с мясом тоже мог входить в жертвоприношение, как раз-таки милостивительные такие духом умерших. Ну и стоит назвать основное место, основные растения, дикорастущие плоты, это принадлежит четырем видам – моро, конг, вигра и малу, которые использовали в всяких разных блюдах, из них готовили и варианты каш и лепешек, и в том числе использовали, делали масло, которое использовали в том числе и в лечебной медицине. Довольно-таки много, много, ну и вот, пожалуй, на сегодняшний день именно растительные вот эти вот растения и при получении из них масла и сока, которые современные веды продают исключительно как целебные средства, и, собственно говоря, к ним и зачастую обращаются с этой целью. И мед продолжает оставаться их основным продуктом, который они вырабатывают сами, разводят довольно-таки много пчел, а вот что касается мяса, то в настоящее время, к сожалению, его сами не получают, но, тем не менее, все равно остаются представления соседних народов и себя, вот основными мясоедами довольно-таки много закупают его в магазинах. Вот, к рыбе последнее, о котором я хотела сказать, это рыба, и тут тоже надо сказать, что очень такие разночтения в источниках в ряде случаев говорят, что употребляют рыбу, в ряде случаев не употребляют, отчасти это связано со способами ловли рыбы и, в частности, на крючке никогда не ловили и, соответственно, не употребляли. Как правило, опять-таки использовали растительные элементы для ловли, в частности, типа ядов, которые, с помощью которых рыба всплывала и можно его взять и просто поймать руками. Но одна из группы ядов, естественно, которая занимается в основном рыболовством, то есть это является их основным продуктом и основой их рациона. Ну, пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Очень интересная тема и действительно доклад вот образцово прочитан. Скажите, пожалуйста, ведь сейчас, поскольку, как я поняла, если верно, традиционные занятия, то есть охота и собирательство в джуле уже для верно невозможное. Как можно видеть и есть ли перспективы некоторой динамики их традиционной этнокулинарии и пищевых продуктов, которые они используют, учитывая изменения внешних условий и традиционных занятий? Либо такая постановка вопроса не верная, и этнокулинария остаются неизменны в любых условиях. Спасибо. Ну, вы знаете, вопрос, в принципе, понятен и он очень интересен и хотелось бы, в общем-то, этим вопросом заняться непосредственно в полевых условиях и как-то его отработать вот непосредственно в общинах ветов. И в свое время, когда я была там в экспедиции, я постаралась это сделать. Но веды сейчас очень культивируют, так сказать, свою этническую историю, свои занятия. И когда ты их расспрашиваешь, они в большей степени выдают, скажем, прошлую свою жизнь за основу и рассказывают нам, на кого охотились в то время, как сейчас, ну, как я уже сказала, это заповедная зона, очень многие вещи и традиционные, в том числе для них не характерны. Тем не менее, вот надо сказать, что действительно кулинария и то, что связано с рационом, они, с одной стороны, все-таки какие-то предпочтения остаются теми же. И вот те же наши проводники в деревне вета-сингала, они тоже всегда говорили о том, что вот эта любовь к мясу, любовь к меду, вот она у них всегда на первом месте. И когда ты говоришь об этом, спрашиваешь у них, они тоже всегда подтверждают. В то же время, вот, тем не менее, можно было зафиксировать очень интересные такие моменты и факты. Опять-таки, насчет употребления мяса, вот, как я уже говорила, домашних животных, да, не потребляется. И очень интересный такой момент, когда мы разговаривали с верховным вождем ветов, то он вообще казался вегетариатским. То есть, одно из самых важных таких моментов довольно-таки устойчивых, да, традиции ветов. И сам вождь, который, в общем-то, защищает интересы и старается как-то вот сохранить общины, ведь именно вот на уровне их традиционных, как какие-то элементы традиционной жизни, понятно, что полностью восстановить, ну, сохранить это невозможно. Тем не менее, вот в этой ситуации фиксируются вот такие моменты. Все остальные, вот, основные жители вот этих вот общин, они все-таки вот стараются придерживаться такого традиционного питания, хотя, понятно, они ходят в магазины и покупают там какие-то продукты, но и то, что они выращивают на своих собственных этих участках, вот, это все в основном связано с растениями, с растительным миром, с возделыванием клубневых культур и зерновых. И, в общем-то, интерес тоже представляет то, что вот те рецепты, которые, допустим, опубликованы в литературе и являются как рецептами традиционных блюд ведов, они, в общем-то, в основном касаются таких вот блюд практически вегетарианских, которые связаны с зерновыми культурами и с мясными, и с клубневыми. Вот, ну, вот такой вот интересный момент, я думаю, что на самом деле ответить на него можно было бы полностью, только тогда, когда, в общем-то, как-то провести такую очень конкретную работу, плевую. Татьяна Александровна, простите, если вы, может быть, сказали, я прослушал, но вот как они технически, так сказать, добывали мед диких пчел? Было ли это просто, что они разоряли там ульи этих диких пчел? Или они все-таки там устраивали какие-то, делали сами какие-то искусственные дупла там, или, может быть, что-то вроде борти и так далее? В принципе, конечно, в литературе мы видим название занятия бортничеством у ведов, но они сами не делали борти. И у них в основном вот эти вот гнезда пчел, они находились, понятно, на деревьях и на скалах, поэтому вот люди, которые собирали, специализировались как раз-таки по, так сказать, лазанью, да, по скалам и деревьям, это было очень неопасным занятием, и плюс нужно было с собой, то есть определенные предметы для сбора вот этого меда, да, сумки, специальные мешки. Плюс они использовали различные, опять-таки, растительные элементы для окуривания, для того, чтобы вот выгнать на какой-то момент пчел, да, чтобы собрать вот этот мед, то есть, ну, по сути, они, ну, не совсем разоряли, да, то есть там не было связано это с тем, что гнезда опустошались и окончались. Вообще все, как бы, все моменты их занятия, они были связаны с тем, чтобы оставить себе на будущее возможность еще раз воспользоваться теми же, как бы, гнездами, да, и они как-то прилагали какие-то усилия, чтобы там тоже вот этот мед. Вот, а так существовало довольно-таки много возможностей, и вот я и говорю с опориванием и с растительными различными травами, чтобы удалить пчел и без, и для них, да, и для вот их жизни, и для своей жизни все-таки собрать мед. Ну, понятно, спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok